Песченокопск Со 2 августа 1942 по 23 января 1943 вся наша территория находилась в фашистской оккупации. И сегодня все мы здесь собравшиеся должны прежде всего почтить память и отдать дань уважения всем тем, кто освобождал наше село. Тем, кто отдал свои жизни ради Великой Победы. У памятника собрались представители трудовых коллективов, общественных организаций, жители и гости села, представители военно-патриотического движения ЮНАРМИЯ. Время неумолимо отодвигают в прошлое те огненные годы, когда ковалась Великая Победа. Мы гордимся поколением победителей и свято чтим их подвиг. Всегда помнить это наш долг. Это веление совести. Это последнее, что мы, живые, можем сделать для ушедших. А значит, сделать их бессмертными. В этот торжественный и святой для всех нас день обещаем честно следовать их примерам мужества, отваге, быть патриотом и достойным гражданином России. Шесть месяцев оккупации не прошли бесследно. Страх, ужас, голод. Эти чувства испытывали тогда мирные жители, всей душой желавшие скинуть оковы фашистского ига. Завершился митинг минутой молчания и возложением венков и цветов к подножию памятника. Михаил Игнатенко, Евгений Трачук. Специально для программы «Время местное». Поклонимся великим тем годам. В Сальске у мемориала «Поклон» также состоялся митинг памяти. Василий Меншиков в годы войны командовал взводом связи 156-й отдельной стрелковой бригады. Участвовал в освобождении конезавода. 21 января 43-го года, по воспоминаниям ветерана, было снежно и холодно, 30-ти градусный мороз, сильный ветер. Рано утром пехота, так и не дождавшись поддержки танковой бригады, пошла в наступление. Немцы занимали выгодную оборонительную позицию. Степь у них была как на ладони. Красноармейцы встретили пулеметно-минометным огнем, вступили в боевражеские танки. Поддержки-то не было никакой. А потом второй раз уже докладывают этому командиру бригады, он обратно звонит, и уже матом, простите, уже матом, где же танки туда-сюда, а он обратно командующий, наступать танки будут. И бежали, и падали, и опять вставали, и опять бежали, они по нас лупили. Погибло 816 наших солдат. По данным на сегодняшний день их более тысячи. Шестая танковая бригада пришла на помощь 156-й стрелковой, когда исход боя был уже предрешен. Освободили конезавод ночью 21 января. Минутой молчания память погибших воинов почтили селяне, которые пришли на митинг в годовщину освобождения поселка. Вспомнили своих земляков. Больше ста человек не вернулись с полей сражений. Среди имен, выбитых на обелиске, есть и фамилия Самохвалова. Федор Николаевич был учителем местной школы. 22 октября 1941 года в бою под Белгородом Самохвалов вместе со своей танковой ротой атаковал численно превосходящего противника. Уничтожил пять танков, минометную батарею, две противотанковых пушки. После его боевую машину подбили фашисты. У экипажа была возможность даться в плен. Экипаж сделал выбор. С пением гимна «Интернационал» – это есть наш последний и решительный бой. Экипаж сгорел заживо. Федору Самохвалову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». Неугасима память поколений. И во многом благодаря таким людям, о которых мы расскажем в нашем следующем сюжете. Сергей Стадников – краевед, поисковик, общественник. В декабре ему было присвоено почетное звание «Лучший доброволец Дона». Руководитель Крещенокопского отделения поискового отряда «Русич», председатель Совета краеведов Крещенокопского района. Как рассказывает сам Сергей Стадников, все началось с краеведения. А именно с работы над книгой памяти и первого тома «Не пришедшие с войны». В 2014 году, благодаря в том числе и Сергею Леонидовичу, в Крещенокопском районе была официально зарегистрирована краеведческая организация, активно работающая по сегодняшний день. Мы смогли собрать такой коллектив, который каждый по своему сельскому поселению создавал такую книгу памяти. Везде она получилась разная. Почти четыре года назад Сергей Леонидович решил не только изучать архивы и документы, но и примерить на себя роль поисковика. Боевым крещением считает поездку в Белоруссию, куда он отправился с руководителем сальского отделения клуба поисковиков «Русич». Ездили в город Грозно, откуда привезли останки из лагеря смерти «Фолюш», который стоял на окраине города Гродно. И вот оттуда мы привезли останки нашего бойца, нашего земляка из села Пещенокопского. Тогда же, в 2016 году, в Пещенокопском районе появился свой поисковый отряд, который возглавил Сергей Леонидович. Активно работают. Человек 7-8. Ну, так всегда, так в любом отряде поисковом. Я интересовался и у других. То же самое. Звание «Лучший доброволец Ростовской области» – награда, показывающая, что работа, которую делает Сергей Статников вместе со своими единомышленниками, была, есть и будет одной из важнейших для нашей страны, нашей области, нашего района. Ведь народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Михаил Игнатенко, Евгений Трачук. Специально для «Время местное». О героях настоящего времени смотрите репортаж из Семикаракорска. Герой аллеи спортивной славы Семикаракорска, спортивная известность которого распространилась далеко за пределы нашего маленького города, Карен Авитисян встретился с нашей съемочной группой, чтобы провести мастер-класс. В 2016 году Карен стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу весовой категории 140 кг с результатом 205 кг. Участник и призер многих других спортивных соревнований. Своих достижений Карен добивается только упорным трудом. Всегда проходит обязательный допинг-контроль. Свою жизнь он посвятил службе Родине, пошел по отеческой стезе, поступил в Московский университет МВД России имени Кикотя. Несмотря на большую занятость в профессии, спорт остается важной частью жизни Карена. Каждый раз, оформляя заявку на участие в соревнованиях, он указывает. Карен Рафаэлович Авитисян, город Семикаракорск. Мы не виделись три года за это время, в копилку своих достижений он добыл новые награды. Под руководством тренера, потому что это будет правильное имя, так сказать, он направлял. Борис, это мой старший брат, он тренирует команду нашу, и мы выступаем и в личном, и в командном формате. Вот за эти три года мы выступали на России, на Европе, Евразии, ну разные кубки, чемпионаты и два раза на мире. В прошлом году мы стали серебряными, то есть команда нашей команды, и я лично занял серебряное место второе. А в этом году это соревнование проходило в Лужниках, участвовало около 50 стран, более 4 тысяч участников, если не ошибаюсь, и под гидой пяти спортивных федераций. Это категория пауэрлифтинг, жим лёжа, становая тяга, армлифтинг, присед, и каждый из нас бы участвовал в своём отдельной, ну говорят, отдельной дисциплине, в одном отдельном движении. Ну по итогу соревнования, ну так получилось, что мы заняли первое место, и командное, и личное. Хочу пожелать ребятам и девчатам всем, чтобы они первые никогда не отчаивались, и быть друг с другом искренними, в любом момент друг другу подавать руку, поддерживать. Вот и всё. Евгений Любич, Елена Чугункова, специально для программы «Время местное». Мини-футбол Макси Надежды. В Матвеево-Курганском районе соревновались юные спортсмены из Ростовской области. В турнире приняли участие 12 команд, 120 юных футболистов. Из них Матвеево-Курганский район представил три команды Дю США. Команда села Латонова, команда села Ряженого. Гости турнира две команды Дю США Радуга, Родиона Несветайского района, команда Дю США Куйбышевского района, команда Дю США Никлиновского района, Дю США Когорлицкого района, команда КАМАЗ 090, команда Олимп из посёлка Глубокий. Поприветствовать участников областных соревнований пришёл глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский. В ходе турнира ребята получали только положительные эмоции, показывая красивую и слаженную игру, проявляя мастерство и старание. На данный турнир к нам прибыло 12 команд, поделили по 4 подгруппы, сделаем, играем по упрощённым правилам, один тайм, 12 минут. Перед началом снова главе администрации, начальнику отдела образования, они поблагодарили, наградили наших ребят за два первых места предыдущих, которые мы выиграли среди мальчиков 7-8 и опять же 9-10 годов рождения. От себя я хочу всех поздравить с поступившими праздниками, всего хорошего и участникам пожелать успехов и удовольствия. По результатам группового турнира в полуфинал вышли команды Дю США-1 и Дю США-2 Матвеева-Курганского района, Дю США-Радуга, Родиона-Несветайского района и Дю США-Когольницкого района. И тут Матвеева-Курганский район ждал двойной успех. Третье место в турнире заняла команда Дю США-2 Матвеева-Курганского района, а за первое место в финале играли команда Дю США-1 Матвеева-Курганского района и команда Дю США-Когольницкого района. В итоге в упорной и напряженной игре победу одержали футболисты команды Дю США-1 Матвеева-Курганского района и тем самым заняли первое место в турнире. Игра была очень трудная. Спасибо тренеру, спасибо всей команде, что приехали сюда, участвовали. Всем спасибо. Далее состоялось награждение участников турнира, где ребята получили свои заслуженные награды. Андрей Лунев, Александр Гайко специально для программы «Время местное». Красота спасет мир. В Новошахтинске открылся традиционный фестиваль школьных театральных коллективов. Новошахтинский драматический театр традиционно принимает у себя в гостях всеми полюбившийся 13-й фестиваль школьных театральных коллективов «Красота спасет мир». Впереди три конкурсных дня, и членам жюри предстоит погрузиться в 18 спектаклей. Все постановки разного жанра и стиля, но посвящены одной теме – победа, которая в наших сердцах. В честь преддверия 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Первыми на сцену вышли учащиеся средней школы номер один актеры школьного театра «Ровесник», руководителем которого является Ирина Николаевна Ковалева. Постановка называется «Главный инженер» по одноименному произведению Леонида Пантелеева. Ну, слава богу, живы! Что ж вы так-то сорванцы, а? Кто же зачинщик таких игр? Кто вы думал построить эту крепость или блиндаж? Как вы это называете? Юные актеры эмоционально были настолько убедительны, что невольно переносишься в те страшные годы в леса, в деревни, где звучат выстрелы и рев самолетов, где кажется так близко смерть и ужас. Членам жюри будет не просто выбрать обладателя призовых мест, а также лучшего исполнителя женской, мужской роли и режиссера года. Отдельно будет оцениваться афиша и программка спектакля. Насколько серьезно все школьные коллективы подошли к участию в этом фестивале. И есть даже авторские работы. Спасибо большое за то, что наши учителя вот так с большой ответственностью понимают, насколько важна эта тема победы. И спасибо за то, что вы учите наших детей, рассказываете им и через постановки театральные еще даете возможность прикоснуться к этой теме, поучаствовать. Зрители могут повлиять на оценку членов жюри и проголосовать за наиболее понравившийся спектакль. На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Встретимся в четверг на этом же месте в это же время. Время местное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова